Хасан Раджаби Азы игры на этом замечательном инструменте он получил от своего дяди, знаменитого тамбуриста Раски Раджаби, а затем оттачивал свое исполнительское мастерство под руководством Тургуна Алематора. Как никому другому, Хасану Раджаби удается гармонично сочетать все богатство тембра-тамбура, на котором исполняется аккомпанемент, с голосом певца Афизы. Хасан Раджаби имеет выразительный и мягкий голос широкого диапазона. Его музыка и пение проникнуты неподдельной искренностью и сердечной теплотой. Его глубокое понимание философии макомных традиций высоко ценится музыкальной общественностью Узбекистана. Более 50 лет Хасан Раджаби поступал в составе макомного ансамбля узбекского раннего. Постоянные творческие контакты с выдающимися музыкантами и певцами-макомистами помогли ему сформировать репертуар и выработать свой собственный исполнительский стиль. Несмотря на то, что он получил профессиональное филологическое образование, традиционная музыка Узбекистана стала путеводной нитью жизни Хасана Раджаби. И даже сейчас, уже став признанным мастером макомного искусства, Хасан Раджаби продолжает изучать исторические материалы, нотные сборники и поэтические публикации прошлых лет. Он часто дает интервью на радио и телевидении, а также выступает на концертах и вечерах, посвященных традиционной музыке. Продолжая просветительские и музыкальные традиции своего отца, академика Юнуса Раджаби, Хасан Раджаби является одним из активнейших популяризаторов искусства макомов в Узбекистане. Его яркий талант – результат генетической наследственности великой династии Раджаби. С детских лет он был окружен уникальной музыкальной аурой своих родных и близких. Первым и главным наставником маленького Хасана был его отец Юнус Раджаби. Они были очень привязаны друг к другу и поэтому проводили вместе очень много времени. Эта связь сформировала музыкальную культуру и мировоззрение Хасана, стала источником его абсолютного слуха и чувства музыки. Целекунд посвятив себя продолжению дела своего отца, Хасан Раджаби постоянно погружен в творчество. Он изучает нотные сборники макомов, подбирает поэтические произведения и записывает новые макомные композиции. В настоящее время он является директором дома-музея Юнуса Раджаби. Славная история династии Раджаби, воспитавшей талантливых певцов и музыкантов, музыковедов и бастокоров, актеров и государственных деятелей, отражена на страницах музейного фотоальбома. Здесь собраны портреты близких родственников и выдающихся узбекских певцов и музыкантов, работавших в содружестве с Юнусом Раджаби. Все они – единая большая семья, великое братство хранителей национальных музыкальных традиций. Творческое наследие этих замечательных людей имеет огромную культурную ценность. И как директор дома-музея, Хасан Раджаби прилагает все усилия для его сохранения. Таким образом, дом-музей Юнуса Раджаби стал настоящим центром изучения и популяризации макомного искусства. Пройдя долгий жизненный путь от начинающего музыканта до известного певца Хафиза, Хасан Ака по-прежнему добросердечный и токсичный человек. Каждый миг своей жизни он посвятил сохранению и развитию традиций своего отца Юнуса Раджаби. Он верит, что искусство макомов займет достойное, полагающееся ему по праву место в современной музыкальной культуре. ГУЛ САЧЕР, ЕЛ БАХАРА СЕВЕР, ВИР АВАНИМ КЕВДУНУ ГУЛ САЧЕР, ЕЛ БАХАРА СЕВЕР, ВИР АВАНИМ КЕВДУНУ ВИР АВАНИМ КЕВДУНУ ВИР АВАНИМ СЕВЕР, ВИР АВАНИМ КЕВДУНУ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok